всем привет это скринкасты я андрей кузнецов из одноклассников сегодня мы с вами напишем рекомендательную систему для музыки на графах поехали для того чтобы что-то подобное сделать нужно опереться на какие-то данные для этого я выбрал дата сет на кегле давайте чуть-чуть увеличу чтобы было получше видно этот дата сет у нас собран из портала last.fm наверняка что-то вы слышали про такое он достаточно старый но от этого не менее актуально не мере не менее интересен для нашей задачи значит что в этом дата сете есть какие данные там есть значит самое ценное что там есть это так называемые скроблы соответствие некоторых юзеров пользователей и айдишников артистов и количество этих скроблов прослушиваний на артиста который сделал конкретный юзер конкретный пользователь помимо этого у нас для айдишников этих артистов есть маппинг в их имена в их имена вот они вот они что у нас по количеству у нас примерно 17 с половиной тысяч исполнителей у нас где-то 1900 1892 уникальных юзера и 92 почти 93 тысячи записи посвященных скроблам то есть вот этих вот уникальных штук которых пользователи которые пользователи у нас нас слушали на этом сайте мы ставим достаточно амбициозную задачу несмотря на то что датасет не очень уж такой большой он все же хороший потому что как утверждают авторы они его стандартизировали поработали над дублированием артистов выкинули всякие непонятные вещи и давайте посмотрим как это выглядит в живую и как нам это поможет слэш помешает что-то сделать да теперь что мы будем делать я уже упомянул начале что мы будем делать рекомендательную систему мы попробуем сегодня решить аж две задачи классические первая классическая задача это рекомендации item to item когда мы у нас есть какой-то исполнитель и вы хотите спросить нашу систему а скажи мне какие есть на него похожие я хочу еще такой музыки послушать и вторая задача более сложная но от этого не менее интересная эта задача user item когда у нашего юзера есть какая-то история прослушивание либо добавление в избранное либо еще чего-то и мы на основе этой истории попытаемся предложить ему нечто релевантное и для него интересное давайте попробуем решить обе задачи но прежде всего как мы обычно делаем в задачах дата сайенса посмотрим на данные посмотрим что там есть чего там нет каким образом мы предположим как эти данные были предобработаны и попробуем с ними что-то сделать двинуться в сторону решения первой задачки будем это делать в стандартном для дата решения стандартных таких еда задач для дата сайенса инструменте в юпитер лабе притворимся что мы не программисты перед вами шаблон для решения нашей задачки давайте разбираться что мы будем делать ну для начала мы импортируем необходимые на модули стандартно pandas numpy skype и sparse потому что мы работаем с парс матрицами и немножко припроцессинга из эскалерна я думаю что здесь дополнительных пояснений не нужно все умеют все знают тебя понимают значит датасет который я вам показывал чуть ранее я уже скачал вот вот оба файла здесь давайте их вчитаем и посмотрим что все у нас в порядке что все они прочитались interactions data frame так мы его назвали как раз состоит из айдишников юзеров айдишников артистов и количество вот этих вот самых скроблов мы видим что у нас все правильно 92 92 тысячи с лишним записей все прочиталось хорошо и проверим тайтлы тайтлы должны быть тоже в порядке да так и есть немножко странных названий в начале немножко японских названий в конце все в порядке все по стандарту да значит в принципе с данными разобрались мы на них посмотрели они в порядке теперь давайте смотреть и думать что с ними делать чтобы с ними поработать что у них внутри а мы уже посмотрели на количество данных давайте посмотрим на интересную штуку которую нужно в голове всегда держать когда разрабатывающие кандидатные системы а что у нас с распределением наших записей по пользователю сколько у нас пользователей аномальных по которым у нас слишком много данных сколько пользователей у нас наоборот недостаточно данных имеют и что мы уже знаем что дата с этом поработали давайте посмотрим что там поработали что уже сделали да возьмем этот дата фрейм сгруппируем мы его по юзер айди и посмотрим количество записи да ну принципе видно что везде 50 давайте проверим а действительно ли везде по 50 да ну практически дает средний у нас по датсет 49 то есть примерно мы представляем что 49 50 если какие-то выбросы там есть то принципе незначительные вот то есть у нас более-менее хорошее для каких-то задач хорошее распределение записи по юзерам окей с этой информацией будем разбираться позже давайте теперь поймем а что нам нужно для того чтобы дальше продолжить работу и попробовать чего-нибудь посчитать ну прежде всего наверное в таком виде в котором мы сейчас вчитали наши данные они непригодны для для каких-то расчетов нам их нужно привести стандартный для рекомендательных систем вид матрицы юзер айтем как это сделать это сделать достаточно просто но давайте мы для начала еще одну вещь не забудем мы конвертнем наш дата фрейм с тайтлами в словарик чтобы было удобно тягать по индексу нашего исполнителя его имя все очень просто писать мы это не будем я думаю что этот вопрос очевидный как это сделать до вернемся к юзера эта матрица сделать ее достаточно просто но в голове нужно держать одну вещь такие матрицы у нас имеют достаточно большие размерности конкретно в этом случае у нас размерность не очень большая мы с вами выяснили что у нас всего 1800 юзеров на 17 с половиной тысячи исполнителей это принципе терпимо для машины для локальной но чаще всего особенно задачах с тем когда у нас много данных например в социальных сетях у нас миллионы пользователей не тысячи не десятки тысяч объектов могут быть не десятки тысяч а сотни тысяч поэтому естественно мы не можем все это запихнуть в таком в dance виде поэтому будем естественно пользоваться спарс форматом для того чтобы сконструировать спарс матрицу мы будем использовать стандартные библиотеки numpy вские np unique отличная функция которая нам позволяет по numpy array переданному перед получить следующие вещи давайте посмотрим как она работает она позволяет нам получить в первой переменной сами индексы а в во второй переменной индексы юзеров а второй переменной она позволяет получить их позиции вот с юзерами разобрались надо сделать то же самое и для наших исполнителей только это у нас уже будут столбцы да мы же делаем юзер айта матрицу столбцы и мы помним да в исходном дата сете у нас это у нас вторая колоночка у нас это вторая колоночка посчитали окей да еще раз проверим что в calls у нас все записалось да здесь у нас от 1 до 17 с половиной тысяч айдишников исполнителей и вот такие вот странные у нас позиции ничего это нормально с этими всеми данными нам можно спокойно сконструировать нашу спарс матрицу значения которые будут вписаны вот в эти в значащей позиции нашей спарс матрицы мы берем из колоночки из третьей здесь на по индексу вторая и используем рпост типоз для того чтобы задать индексы отлично у нас получилась матрица давайте посмотрим что она действительно имеет размерность нужную нам это так 18 1892 юзер на 17 с половиной тысячи исполнителей 92 9723 элемента все в порядке все соответствует тому что мы раньше смотрели вот чем будем с ней дальше делать ну у нас матрица получена можем уже вроде чего-то посчитать давайте подумать чем будем считать мы с вами успели увидеть что количество скроблов достаточно вариативно и может там от единицы до там нескольких тысяч мериться вот поэтому давайте мы сделаем то что мы обычно делаем практически во всех задачах машинного обучения это мы отнормируем наши данные возьмем обычную l2 норму и сделаем посчитаем матрицу похожести айтемов на айтемы да давайте поясню у нас получилась матрица юзер айтем предположим что каждый юзер это это какая-то фича мы для наших айтемов сейчас можем посчитать близость по вот этим юзерам по вот этим значащим элементом в нашей спортсматричке так как мы ее нормализовали dot product наших нашей матрицы и транспонированной матрицы юзер айтем будет выдавать в каждой ячейке ничто иное как косинусное расстояние между векторами наших айтемов наших исполнителей вот так просто в одну строчку мы получаем в переменной сим матричку которая нам покажет ничто иное как если мы ее конвертнем в dense а она уже не такая большая ее можно конвертнуть в dense мы можем увидеть косинусную близость нашей наших элементов друг по другу в принципе это уже очень хорошая вещь мы уже имея такую матрицу можем решить нашу первую задачу о которой мы говорили а мы хотели я напомню сделать задачу item to item рекомендации то есть мы говорим у меня есть какой-то исполнитель я хочу получить топ к похожих на него эта матрица позволяет это сделать достаточно просто давайте только мы не будем тратить время на то чтобы написать такой такой запрос вот проверим адекватность уже готовым кодом да давайте мы скопируем давайте мы не будем его писать тем более там ничего относящегося к конкретной теме у нас нет там просто вот такая обычный лист комперхеншен который позволяет нам вызвать по выбранному айдишнику топ похожих вот мы получаем из этой матрички нужную нам строчку конвертируем ее в аррей забираем оттуда арксортом отсортированный список аргументов берем последние 20 и это будут самые близкие к нашему выбранному индексу айтемы давайте теперь только задачку зададим какие айтемы будем смотреть у нас вообще-то есть датасет под рукой и у нас есть тот самый маппинг наших айдишников в имена ну что ну давайте какую-нибудь нирвану да нирвана например на что у нас может быть похожа нирвана индекс у нее 107.35 но мы знаем что он в нашей матричке на 1 меньше да поэтому у нас он будет 107.34 вот посмотрим что думает наш написанный в две строчки алгоритм про то какие группы похожи на нирвана вот так ну на нирван похожи нирвана битлз радио хэт металлика ну выглядит будто бы какие-то популярные рок-группы мы здесь получили выглядит неплохо вот давайте посмотрим что-нибудь из другой области но не сильно не сильно уходя уходя в сторону например какой-нибудь Майкл Джексон к примеру да что-нибудь 98.66 98.66 отлично Майкл Джексон Мадонна Кристина Гиллера то что надо все чуваки знакомые просто популярные поп-сполнители выглядит как будто мы получили уже вот так на халяву из этого датасета за 10 минут прикольный item-to-item рекомендер для наших исполнителей единственное что как это всегда бывает он хорошо работает для популярных исполнителей и плохо работает для непопулярных исполнителей давайте мы еще одного попробуем широко известного в узких кругах широко известного в узких кругах группу Pelican 11.385 11.385 да ну и кстати даже для нее в принципе мы получили адекватные рекомендашки значит что мы сделали все правильно это внушает нам оптимизм первую часть задачи мы решили мы сделали интерфейс в данном случае это конечно не интерфейс но мы сделали возможность получения близких нам исполнителей давайте мы теперь решим задачу юзер айтем рекомендации и собственно раскроем почему вообще про графы говорили для решения этой задачи вообще в таких задачах на сегодняшний день наиболее частый подход это получение вот этих векторных представлений не только для айтемов но и для юзеров когда у нас есть в нашем каком-то латентном пространстве распределение векторов юзера айтема мы берем вектор юзера перемножаем на всю матричку айтемов получаем наиболее близкие сортируем и вот нам рекомендер вот отлично либо кандидатов для этого отобрали но мы можем сделать хитрее по-другому в графовых рекомендерах вообще не требуется знание ну такого уж прям в прямом виде эмбеддинга юзера нам надо знать просто с каких айтемов какие айтемы он уже получал эти айтемы будут начальными точками обхода графа нашего который по сути говоря у нас уже есть ведь вот эта матричка сим которую мы посчитали не что иное как матрица смежности графа по которой мы можем случайно гулять вот случайно гулять мы можем по-разному но крутые ребята из вот этой статьи говорят что случайно гулять выбором с рандомами с этими делами вообще-то не обязательно и можно решить эту задачку обычным перемножением матриц вот только здесь у нас L2 норма и итоговая формула для вычисления трех шагов случайных блужданий по графу для каждого юзера у нас выглядит вообще очень просто в одну строчку ее обоснование можно почитать тут но она работает что мы сейчас делаем мы сейчас возьмем нашу уже ранее вычисленную матрицу user item она здесь она вот она мы ее здесь получали получаем ее транспонированную версию и перемножаем сначала ее на транспонированную потом получившуюся на user item матрицу исходную утверждается что это и есть что полученная по итогу матрица как раз таки будет нашими рекомендациями для каждого юзера из нашего датасета окей давайте запустим посмотрим как это работает что-то получилось не очень понятно что давайте мы подумаем посмотрим а что у нас вообще получилось ну нам здравый смысл подсказывает что нам неплохо бы сначала посмотреть что у нас вообще здесь получилось в этом фите что это за матрица такая какие у нее размеры размерность ее количество юзеров на количество item ага значит мы получили матрицу где для каждого юзера мы получили какие-то значения скоро для каждого айтема Вот. Здравый смысл подсказывает, что если в изначальном датасете у нас примерно по 50 скоров вот этих скрэмблов для каждого юзера было, то в рекомендательной версии мы должны получить большее количество, мы должны расширить свои предсказания для других айтемов. Для этого, естественно, у меня уже заготовлен код. Вот. И посмотрим мы, с чего мы начали. Давайте мы выберем какого-нибудь юзера, ну, например, с индексом 520. И посмотрим, с каких групп мы начали. То есть то, что у нас есть в изначальном датасете InteractionsParts, это та самая матришка, которую мы получили в самом начале, когда преобразовали нашу исходно-прочитанную датафрейм из CSV. Что у нас здесь? А, у нас вот такой списочек. Это группы, которые слушал наш пользователь. Вот он вот такой. Ну, выглядит как будто человек любит какой-нибудь такой рачок, метальчик, но иногда и не стесняется послушать что-нибудь популярное. А теперь давайте посмотрим, что вот в этой конечной матричке fit мы получили для этого же юзера, когда провели все эти манипуляции со случайными обходами нашего графа, полученного через матрицу смежности. Таким же способом мы это делаем, только уже берем матричку fit и смотрим, что у нас здесь получилось. Да, смотрите, здесь у нас мы взяли все, а мы помним, что у нас 50 на юзера. А здесь мы взяли 70. Ну, посмотрите, а вдруг у нас получилось больше, чем 50. Ну, и на самом деле у нас получилось реально больше, чем 50. У нас получилось намного больше. Давайте мы вообще сравним разницу между этими двумя списками. Здесь они списками. Давайте мы их сделаем сетами. Допустим, тут у нас initial set будет, да, какой-нибудь. А здесь у нас будет, а внизу у нас будет какой-нибудь не initial set, а predicted set. Predicted set. Так. Set. Вот. Из predicted set вычтем initial set и посмотрим, что у нас в остатке. А что мы такого предложили, что пользователь изначально вроде не слушал, но мы хотим, чтобы он послушал, и, возможно, ему это должно понравиться. Да, смотрим. Выглядит так, будто мы неплохо попали. Да, здесь есть какой-то рачок, здесь есть чего-то у нас из популярного, но в целом, в принципе, я вижу группы, которые очень похожи на то, что он ранее слушал. Вот. Ну и, соответственно, размер всего этого добра у нас должен быть где-то 20, да? Потому что, по идее, все айтемы, которые мы оттуда исключили, должны входить были в список рекомендованных. Да. Нет. Оказалось, нет. 32. Значит, не все айтемы попадают под его реальные интересы. По мнению нашего алгоритма, конечно. Вот. Таким образом, что мы сделали сегодня? Мы сделали простой проход, просто айтем-то айтем модель для рекомендаций артистов-исполнителей. Потом с помощью достаточно простого на вид алгоритма мы применили графовый метод для вычисления предиктов новых рекомендаций для пользователя на основе их истории. Получилось, как я понимаю, неплохо. На этом все. С вами были скринкасты. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok